В годы войны из Куйбышева на фронт ушли более 700 мальчишек. Все они сначала отправились в Соловецкую школу юнг военно-морского флота. Многие из них погибли в кровопролитных боях, сражаясь за свободу нашей Родины. Сегодня на Самарской набережной и возле Университета Волжского транспорта собрались историки, ветераны и представители городских властей. Они почтили память ребят, которые не вернулись домой. Мы гордимся, что есть не только мемориал, у нас есть ветераны, как раз из числа советских юнг, которые проводят и встречи с молодежью, учащиеся, передают тот славный опыт тех лет, делятся своими воспоминаниями. В начале войны советские войска начали оборонять Севастополь. Тяжелые бои шли на Черном и Балтийском морях. Единственным местом для подготовки действующих моряков оставался учебный отряд Северного флота, который базировался на острове Большой Соловецкий в Белом море. Именно туда отправляли совсем юных мальчишек из Куйбышева. После обучения молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей. Это были как коренные куйбышевцы, так и эвакуированные дети, которые потеряли своих родителей. На их толю выпала очень тяжелая судьба. Они не просто стали воспитанниками какой-то школы, они стали воспитанниками военно-морской школы. В свои 10, 12, а то и в меньшие лет, они приняли на себя весь удар войны. Это было очень тяжело. Многие из выпускников Соловецкой школы сумели добиться серьезных успехов на службе. Молодые люди стояли возле орудий, обслуживали военные машины и механизмы. Лучшие ученики стали командовать судами Северного флота. На сегодняшний день в Самаре проживают несколько ветеранов, прошедших Соловецкую школу ЮНГ. Эти люди навсегда останутся примером мужества и отваги для молодого поколения. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.